Друзья, приветствую вас на канале English Так Просто. Вы смотрите новый курс английского языка грамматика для начинающих. Вас ждет курс, состоящий из более чем 100 уроков, который включает не только объяснение английской грамматики, но и множество упражнений. Перейдите на мой сайт, посмотрите видеоурок, сделайте упражнение и пройдите тест. Это очень удобно и эффективно. Помните, что каждый урок приближает вас к поставленной цели. Ссылку вы найдете в описании под этим видео. Там есть множество дополнительных упражнений к каждому уроку, а также вы можете пройти тест. Итак, давайте начнем. В первом задании вам нужно заполнить пропуски. Вставьте there is или there isn't. There are или there aren't. Давайте посмотрим на первое предложение. There are 12 stars on the European flag. На европейском флаге 12 звезд. Мы использовали there are, так как подлежащее, которое идет за конструкцией, стоит во множественном числе. А теперь, друзья, поставьте это видео на паузу. Выполните это упражнение в удобном для вас темпе. И как только вы будете готовы, мы с вами проверим, что у нас получилось. А теперь прочитаем получившееся предложение. There isn't any gravity in space. В космосе нет гравитации. There aren't any deserts in Europe. В Европе нет пустынь. There are 60 seconds in a minute. В минуте 60 секунд. The glass is empty. There isn't any milk in it. Стакан пустой. В нем нет молока. My tea is sweet. There is some sugar in it. Мой чай сладкий. В нем есть сахар. There are four weeks in a month. В месяце четыре недели. There are a lot of museums in Moscow. В Москве много музеев. There isn't any life on Mars. На Марсе нет жизни. Look, there are so many people in the street. Посмотри, на улице так много людей. Отлично! Вы справились с этим заданием. А мы с вами движемся дальше. В этом упражнении вам нужно составить предложение, используя слова-подсказки и оборот. There is, there are. There isn't. There aren't. Давайте посмотрим образец. Первое предложение у нас звучит так. There is a post office. Здесь есть почта. Второе предложение у нас должно быть отрицательным. И оно будет звучать так. There isn't a hospital. Здесь нет больницы. А теперь ставим видео на паузу, составляем предложение и проверяем. Давайте прочитаем предложение, которые у нас получились. Здесь нет аэропорта. Здесь нет магазинов одежды. Здесь нет театра. Здесь нет музеев. Отлично! У вас получилось. А мы с вами продолжаем. Здесь вам необходимо заполнить пропуски в вопросах. Используйте is there или are there, а также дайте на каждый вопрос краткий ответ. Давайте посмотрим образец. Вопрос звучит так. Is there a cathedral? Здесь есть собор. Мы даем краткий ответ. Сначала утвердительный, затем отрицательный. Yes, there is. Либо no, there isn't. Ставим на паузу, выполняем и проверяем. А теперь читаем вопросы-ответы. Are there many shops? Здесь много магазинов. Yes, there are. No, there aren't. Is there a shopping center? Здесь есть торговый центр? Yes, there is. Либо no, there isn't. Is there a hospital? Здесь есть больница? Yes, there is. No, there isn't. Are there many things to do and see? Здесь много чего можно посмотреть и сделать. Yes, there are. No, there aren't. Is there a museum? Здесь есть музей? Yes, there is. No, there isn't. Is there a theater? Здесь есть театр? Yes, there is. No, there isn't. Are there good bus and train services? Здесь хорошее автобусное сообщение и движение поездов. Yes, there are. No, there aren't. Отлично! Продолжаем. В этом упражнении вам нужно исправить предложение с ошибками. Давайте прочитаем первое предложение. Оно звучит так. There are four continents. Есть четыре континента. Исправив это предложение, мы написали следующее. No, there aren't. There are five. Нет, их пять. Вы читаете оставшиеся предложения, исправляете их, и как только будете готовы, мы с вами проверим, что у нас получилось. Исправим оставшиеся предложения. There are six planets in the solar system. В Солнечной системе шесть планет. Мы должны были написать так. No, there aren't. There are eight. Нет, их восемь. Следующее предложение. There are ten countries in the European Union. В Европейском Союзе десять стран. Мы исправили, и у нас получилось. No, there aren't. There are twenty-eight. Нет, их двадцать восемь. Следующее предложение. There are red and black blood cells. Существуют красные и черные кровяные тельца. No, there aren't. There are red and white cells. Нет, есть красные и белые кровяные тельца. Следующее предложение. There are ten centimeters in a meter. В метре десять сантиметров. No, there aren't. There are a hundred centimeters in a meter. Нет, в метре сто сантиметров. There are more speakers of German than of English. На немецком языке говорят больше людей, чем на английском. No, there aren't. There are more speakers of English. Нет, говорящих на английском больше. Отлично, вы справились. А мы с вами продолжаем. В этом упражнении вам необходимо заполнить пропуски, используя there, it или they. Ставим на паузу, выполняем и проверяем. Итак, давайте посмотрим, что у нас получилось. Прочитаем предложение. Есть пять континентов. Это Африка, Америка, Азия, Австралия и Европа. There is someone in the house. Who is it? Кто-то в доме. Кто это? It is very wet today, and there is a lot of traffic. Сегодня очень влажно и много транспорта. In his class there are twelve students, but there aren't any girls. They are all boys. В его классе двенадцать учеников, но нет девочек. Они все мальчики. What time is it? It is half past four. Сколько времени? Половина пятого. There are some shops in the village, but they are all closed. В деревне есть несколько магазинов, но они все закрыты. There is a cinema, but there aren't any good films on. Здесь есть кинотеатр, но в нем нет хороших фильмов. There aren't any tickets left for the concert. It is sold out. На концерт не осталось билетов. Все распродано. Молодцы, вы справились. И нас ждет еще одно упражнение. Перед вами текст с пропусками. Вам нужно заполнить пропуски словами. There is, there are. There isn't, there aren't. It is, it isn't. They are, they aren't. Ставим видео на паузу. Выполняем, а затем проверяем. А теперь прочитаем получившийся текст. There is a picture next to this text. Рядом с этим текстом есть картинка. It is a famous painting by Van Gogh of his bedroom at Arles. Это знаменитая картина Ван Гога, изображающая его спальню в Арле. It is a small room. Это маленькая комната. There is some furniture in the room. В комнате есть мебель. For example, there is a bed on the right of the picture. Например, справа на картинке есть кровать. It is a bed for one person. Это кровать для одного человека. Above the bed there are some pictures on the wall. Над кроватью на стене несколько картин. Next to the door on the left there is a chair. Рядом с дверью слева есть стул. There is another chair between the table and the bed. Между столом и кроватью есть еще один стул. On the table there are some objects. A jug, a glass and a bowl. На столе несколько предметов. Кувшин, стакан и миска. Next to the door on the right there is a towel on a peg. Рядом с дверью, справа, на крючке висит полотенце. Of course, there aren't any modern things in the room. And it isn't very comfortable. Конечно, в этой комнате нет современных вещей. И она не очень удобная. Итак, друзья, это было последнее упражнение на сегодня. Если вы хотите еще потренироваться, а также проверить свои знания и пройти тест, то переходите на мой сайт. Ссылку вы найдете в описании под этим видео. Учите английский язык вместе со мной. И до новых встреч!